Итальянская ассоциация независимых В фильме «Борцы с преступностью» Также в ролях Дэвид Хаддлстон, Лучано Котиначи Эцио Морану, Лучано Росси Луиджи Касселято, Эдди Бьяджетти Джилл Флентер, Эйприл Клауд Рикардо Пиццутти, Джан Карло Бастьянони, Клаудио Рифини Роберто Мессина, Рокколера и другие Производство Тритона Чинематографика, Рим Композитор Гида Маурицио Де Анджелес Оператор Клаудио Тирилло Продюсер Виторио Гальяно Автор сценария и режиссер Эбек Лукер Спасибо, Сэм Прочь отсюда Есть хоть какой-то шанс устроиться к вам на работу? Никакой работы Что значит «никакой работы»? Только что пришёл пароход, у вас все силы задействованы Если хотите, я один всё разгружу Сказал тебе «нет» Почему? Ничего личного Я лишь выполняю указания босса А кто здесь босс? Спроси их Неприятности? Нет, я спросил его, можно ли устроиться к вам на работу Конечно можно, но тебе придётся отдавать 30% Да, но если я отдам 30%, ничего не останется, а мне надо есть Ты и так слишком жирный, худей И для здоровья лучше, а теперь вали отсюда Хорошо Но если я не буду есть, я не смогу сходить в туалет А если я не схожу в туалет, я начинаю нервничать, расстраиваться А это нехорошо Сдулось Эй, дружище Почему ты не сказал, что нужно выбросить на свалку машину? Хорошо Хорошего вам дня. Я займусь этим уродом. Не сейчас. У нас есть дела поважнее. Достаньте другую машину. Есть, босс. Сию минуту. Немедленно вернись, макаронник. Ты не сойдёшь с корабля. Ты должен мне пять баксов. Прощайте, неудачники. Догнать этого мерзавца. Прости, друг. Не видел, куда побежал тот парень? Видел, он бежал к выходу из порта. Чёрт. Тряпичные куклы. Ты в порядке? Бывалый лучше. Не знаю, почему ты это сделал, но спасибо тебе. Ты друг. Предпочитаю помогать тем, кто считает меня другом, а не пустым местом. Я могу что-то для тебя сделать. Не волнуйся, мир тесен. Рано или поздно мы снова встретимся. Рано или поздно мы снова встретимся. Рано или поздно мы снова встретимся. Прочь отсюда. Шеф, у меня живот прирос к спине. У вас нет для меня никакой работы? Вступай в профсоюз. Я вас умоляю. Вам нужно разгружать иностранный корабль. Что-то не так? Этот бродяга хочет работать. Слушай, воробушек, расправляй свои крылья и лети отсюда, пока тебе их не оторвали. Ты назвал меня воробьём? Да. И ты сказал, что оторвёшь мне крылья? Да. Я так и думал. Попробую это сделать. Простите, босс. Ты сам на это напросился. Простите, босс. Извините, босс. Извините. Простите, босс. Поехали! Пока. Достань другую машину. Есть, сэр. Живо. Сейчас. Громила, ты не на той стороне. Грузовики направо. Включи свои фары. Назад и уступи дорогу. Ты хочешь просто уйти? А, ты струсил. Ненавижу мужиков трусов. Убери свой обвисший живот. Пытаешься напугать меня? Прогуляйся, ненормальная громила. Прочь с дороги, мелкий пустосор. Прочь с дороги? Это за мной охотиться. Дай мне пистолет. Оставайтесь здесь. Дай мне пистолет. Где ваш босс? У себя в офисе. Продолжение следует... Все, пошли. Шевелитесь. Простите, босс. Простите, босс. Простите, босс. И про двери не забудьте. Они неплохо работают. Да. Мне достать другую машину, босс? Нет, вызови такси. Знаешь, друг, у нас много общего. Я Мэтт Кёрби. А я нет. Красивое имя. Слишком короткое. Почему ты разбил их машину? Все упирается в унитаз. О, это очень серьезно. Нельзя шутить с туалетом. А сейчас, когда я рассказал тебе истории своей жизни, иди и прогуляйся. Еще увидимся, ненормальные громила. Вы находитесь здесь с определенной целью? Нет. Тогда убирайся отсюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окружная полиция, сержант Эдамс, я могу вам помочь? Разумеется, можете. Какой-то бродяга пытается совершить самоубийство. Рочестер-стрит, мост канала. Спасибо, я сообщу в морг. Но он еще не покончил с собой. Тогда я вызову отряд психиатров. А вы пока попытайтесь как-то отмечить его. Чем? Леденцом на палочке? Да этот парень настоящий громила. Хорошо, я вышлю в скорую. Но если он заметит ее, он тут же прыгнет. Не волнуйтесь, в таких случаях мы используем тюдоровский седан. Они едут без сирены. Великолепно. Хорошо. Есть дело для психиатрического взлога. Вот он, тормози. Привет вам. Привет. Как жизнь? Отлично. Сегодня хорошая погода, не правда ли? Очень хорошая, только вот жарко. Он прав, жарко, как в Эду. Если вам жарко в этой куртке, может попробуйте эту. Наше последнее слово. Психиатрический взвод? Нет. Минуточку. Это я вызывал полицию. Что? Сумасшедший вон там. Каталка номер 18. Он опасен? Нет, невинный, как овечка. У него пунктик на унитазах. На унитазах? Да, говорит, что выпускаемые ныне унитазы ненадёжны. И хочет покончить со всем разом. Тайне человеческой психики. Да. Газ? Точно. Что это? Усыпляющий газ. Одна струя, и он заснёт, как медведь во время зимней спячки. Это здорово. Да, оставайтесь здесь, он может быть опасен. Ладно. Привет. Красивый город. Ну, конечно. И вы называете это городом? Это настоящая кладка. Джентльмен говорит, что это унитаз. Я не согласен с этим сравнением. Современные унитазы – шедевры технологии в этом городе, разумеется, нет. Может, и шедевры. Но когда зов природы будет тебя на рассвете, об этом не думаешь. Или когда сильный позыв на закате, времена меняются. Я ничего не имею против современных унитазов. А вы, мистер? Я тоже. Я только ненавижу, когда он так же замаран, как вы. Вы грубый и асоциальный тип. Что это? Консервированный горный воздух? Не совсем. Хотите попробовать это? Хватайте его. Поехали. Ненормальный громила. Джордж! Эй, Берни, сколько времени уйдет на приготовление двух гамбургеров? Они уже готовы, если тебя устроят сырые. Да. Что ты говорил? Я устал искать работу. Чтобы изменить жизнь, много не надо. Вот так. О чем ты? Бронированный автомобиль доставляет зарплаты в супермаркет раз в неделю. Они проходят через служебный вход, а не через центральный. Эй, Берни. Боже, ну и жарко. Холодное пиво, ребята? Нет, никакого алкоголя. Мы при исполнении. Кока-кола. А на работе вы не пьете? Нет. Откуда ты? Я родился в Венеции, Италия. А что ты здесь делаешь? Отдыхаешь? Нет, сэр. Я натурализованный американец. С вас 16. Вот так. 16? Вы уж точно не едите, как птички. А какая у вас максимальная скорость? Если преследуем кого-то, 130 миль в час. 130? А мне вы наверняка не позволите подобную скорость. К сожалению, нет. Ступайте в полицию, у вас будет шанс. Мы думали об этом, правда? Что скажешь? Нам нужны шустрые ребята. Я ж скорее, нам пора. Куда? Ты смотрел бейсбол в воскресенье? Нас уже ждут. Кто? Ты уже всё забыл? Что? Внимание всем подразделениям. 16-й округ. Всё, поехали. Ограбление в ломбарде на 16-й улице. Подразделение 21-12 обеспечить заграждение на дороге. О, боже. Они сорвались, как две ракеты. Сколько работников в супермаркете? 70. А в офисе? Пара старых уборщиц. Нам нужно несколько пистолетов. Нам нужны лишь наши пальцы. Всё? Я понял. Ладно, друг. Увидимся в пятницу утром. Не так быстро, напарник. Отныне мы будем отбрасывать одну большую тень. И что? Как говорил мой отец, если у тебя есть друг, которому можно доверять, не верь ему. Если ты слепо можешь ему доверять, тогда берегись. Я имею в виду слепого друга. В любом случае, мой отец не очень-то преуспел. Чёрт. Сколько этого не хватало. Идём дальше и делаем вид, что не знаем их. Привет, ребята. Привет. 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 Ещё не надумали? Возможно. Он пока не уверен. Вы не пожалеете, если вступите в полицию. Ну да. Кстати, вы поймали тех типов, которые ограбили ломбард? А то. Через 15 минут после принятого вызыва они уже лежали в морге. А днём их поганые мозги будут плавать в формалине в музее криминалистики. И по делам им. Будет им урок. Точно. Да. От нас жалости не дождутся. Ну, пока. 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 Счастливо. До встречи. Отличные парни. Они надолго запомнят эту пятницу. Конечно. Давай перенесём всё на следующую пятницу. Нет. Есть 10 центов. Смотри, как улаживают дела твой напарник, партнёр. Что ты собираешься делать? Если они это проглотят, нам всё удастся. Через 2 минуты приедет бронированный автомобиль. Я позвонил в полицию и сказал, что у ювелирного магазина на 24-й улице ошивается подозрительный тип. Зачем? Смотри. А ты умнее, чем я... Преступность у меня в крови. Вот так. Сохраняй спокойствие, и всё пройдёт как по маслу. Не волнуйся. Как только мы сделаем дело, завалимся развлекаться во Флориду. Мы уже во Флориде. Мы уже во Флориде? Да. Они едут. КОНЕЦ 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 Твой пистолет. Готов? Готов? Да. Это ограбление. Врываешься, и лучше ты скажи, у тебя голос громче. Спокойно, это... Сегодня изумительный день, правда? Можно воспользоваться телефоном? Закройте дверь. Да, сэр. Ребята, вы все же надумали присоединиться к нам? Вообще-то это очень ответственный шаг, поэтому мы решили сначала осмотреться, а уж потом... Вы ошиблись адресом. Здесь находится администрация. Ах, администрация. Да. Прием новобранцев несколько дальше, на Атлантик-стрит. Да, несколько дальше. Я же говорил тебе. Я говорил ему, что на Атлантик-стрит, да? Да. Если вы поспешите, то догоните капитана Макбрайда. Поговорите с ним. Успешим. До свидания. Пока. Привет, друзья, как вы? Смотри, кто здесь. Вы наконец-то решились. Мы хотели убедиться. Куда вы идете? Встретиться с капитаном Макбрайдом. Можно пройти через офис, так быстрее. Можно? Конечно. Он говорит так быстрее. Да, быстрее. А что на этого типа? Вооруженный разбой. Добропорядочный гражданин позвонил нам и сказал о подозрительном типе на 24-й улице. Задержали его на месте преступления. Ты докладывай, а я отведу ребят к шефу. Не волнуйтесь, сами найдем. Какое беспокойство. Я отведу вас к папе Макбрайду. Хорошо. Пошли. Пока-пока. До свидания. Пока. Папа Макбрайт, наверное, очень хороший человек. Входите. Доброе утро, капитан. Доброе. Где ты их задержал? Вообще-то они сами пришли. Ага. А. Если вы думаете, что добровольная явка вам поможет, не надейтесь. Я попрошу судью забыть об этом и выдвинуть против вас обвинения. Это недоразумение, капитан. Эти ребята хотят вступить в ряды полиции. Вот данки заявлений и наше досье на них. Хотите стать полицейскими? Первое, что ты должен сделать, это побриться. Зачем? Потому что я ненавижу бороду. Так. Вы? Уилбер Уолш? Нет, это он. Я с ним никак не связан. Недавно познакомились. А. Здесь написано. Здесь говорится, что вас выдворили из Канады за драку, порчу имущества и сопротивление при аресте. Вы сказали, из Канады, сэр. Тут так написано, Канада? Да, да. Припоминаю. Я работал лесорубом. Суровая, монотонная работа и единственный друг топор. Изолирован от всех в лесу, как волк. Ничего, кроме работы. А в субботу вечером едешь в город. И выбираешь между выпивкой и девочками. Началась драка, вы же понимаете, как всё было. Ведь так? Нет. Нет. Я баптист, я не пью. Да, я знаю. А теперь? Вы Мэттью Керби. Можете назвать меня Мэтт, капитан. Посмотрим, что у вас. Итак, значит, здесь говорится, что вы были дисквалифицированы за проявленную агрессивность. Дисквалифицированы в чём? В бейсболе. Тогда я играл в рыжих лисах. Рыжий лис из Акичоби? Да, это была великолепная команда. Я знал эту команду. Капитан, хотите знать мою версию истории? Был там тупой рефери, который вывел меня на базу. Я не согласился. А он меня слушать не пожелал. И я двинул ему по морде. Кто знает, где теперь этот подонок? Хорошо, что его нет рядом. Если бы я до него добрался. Не хотите получить его адрес? Вы знаете, где он живёт? Он живёт со мной. Это мой Шурин. Нет, шучу, конечно. Хочу извиниться перед ним. Он в итоге... Он оказался прав. Он очень наблюдателен. Что скажешь? Мальчишки останутся мальчишками. Но кто из нас хоть раз в жизни не оступался? Да и потом. Все обзывают вашего Шурина. Напарник! Как я выгляжу? Как лучше так? Или... Так. Спасибо. Размер? Ну, не для меня. Спасибо. А какой размер вам нужен? Размер... Экс, 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 экс. Большой. Нога. Плоская. Четырнадцать с половиной. Четырнадцать с половиной? Только не говорите, что эти скороходы вам малы. Померьте эти. Если они не подойдут, принесу вам галоши. Следующий. Преступность у меня в крови? Ну, нельзя же победить всех. Завалим выпускной экзамен и выпотрошим их на стипендию за 20 недель. Если вы считаете, что эта подготовка будет для вас пикником, вы скоро измените свое мнение. За 20-недельный срок я научу вас, как правильно производить арест, как водить машину со скоростью 200 миль в час. Объясню вам разницу между марихуаной и петрушкой. Внимание! Я сделаю из вас суперкрутых полицейских. В обмен на это, благодаря налогоплательщикам вы будете получать 250 долларов в неделю. Они же обеспечат вам оплачиваемый отпуск, рождественскую премию, красивую форму, большое уважение и восхищение. Добавок ко всему, по истечению 20-недельного периода, вы полюбите меня, как отца родного. Внимание! Пошевеливайтесь! Продолжение следует... Это должно быть здесь, а не здесь. Поднимите руки. Выйти из машины. Отойди от машины. Лицом ко мне. Встать на колени. Лечь на живот. Руки по бокам. Ладони вверх. Повернуть голову. Отлично, Фред. Вот как следует производить задержание. Волж! Выходи. Давай. Давай. Господи. Это я его научил. Очень хорошо, Керби. Очень хорошо. Капитан. Начали. Ты когда-нибудь раньше стрелял? Кто, я? Приготовиться огневая линия и... Стреляй не в меня, а в цель, урод. Не в яблочко. Не в яблочко. Я учился так стрелять. Пули у меня в крови. А сейчас, мальчики? Плохо ли, хорошо ли? Но наша подготовка подходит к концу. Естественно, лучшие мы оставили напоследок. А теперь посмотрим. Достаточно ли у вас отваги до полицейского? Вы готовы, док? В любое время. Хочешь жвачку? С каким вкусом? Формальдегид. Ненавижу формальдегид. А сейчас, ребята, хочу вам кое-что показать. Вы забыли вынуть его из холодильника. Сейчас он как камень. Вчера ночью я самолично передвинул его от морозильника к увлажнителям. Думаешь, термостат сломался? Простите, капитан. Придется отложить это. Простите, ребята. Вечеринка закончена. Китайцы отказался от нашего приглашения. Он китайцы, капитан? Пожалуй, так. А что с ним случилось? Вообще-то неизвестно. Его нашли вчера ночью у 16-го дока. Весь нашпигован свинцом. Я знал этого парня? Да? Откуда? Познакомился у 16-го пирса до встречи с тобой. Он уже тогда был в горизонтальном состоянии? Нет, вообще-то в вертикальном, вернее, диагональном. Он согнулся под тяжестью коробки. Вел себя так, словно чего-то боялся. Может, он был портовой крысой? А личность его установлена? Нет, на нём была грязная рубашка и заляпанные чем-то штаны. Мне сообщить капитану? Нет. Лучше держаться подальше от всего этого. Пашу прощения за сломанный увлажничек. Просил вас о такой мелочи, а вы меня подвели. Почему вы говорите со мной в таком тоне? Я не видоват. Как вы мне надоели. Я ухожу. Проваливайте отсюда, зануды. Им будет заниматься отдел убийств, капитан? Нет, нет. Весь участок. Если у вас есть какие-то соображения, ради бога. И не забывайте, если вам нужен совет, моя дверь всегда для вас открыта. Люблю помогать молодым. Вы были сокамерниками? Я в это время был. Кем ты был? Водителем грузовика. Да. Да, он привозил пиломатериалы в тюрьму. Однажды я попросил его подвезти меня и... Я всё понял. Ничего не выйдет. Сломался пару лет назад. Тогда повесь табличку, не работает. Если я напишу, что не работает, кто будет бросать туда деньги? Не возражаете, если я провелся? Пожалуйста. Неудобно, да? Нет, смотрите. Ты как придурок на костылях. О, нет. Прошу вас, ребята, потише. Потише? Руки вверх, урод. Молчать! Руки вверх, инвалид. Если я подниму руки, я сразу же упаду. Что ты говоришь? Так, так. Ползи как стулу. Что вы делаете? Ты можешь это сделать. Вставай. Вставай. Давай. Ползи. Давай. Давай ещё разок. Отойдите. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Спасибо, добрый человек. Руки вверх, Йог. Руки вверх, Йог. Руки вверх, Йог. Нет, мистер, он вас не слышит. Он глухонемой. Глухонемой? Посмотрим. Он действительно глухой. Вероятно, он и тупой, судя по виду. Оставьте в покое, бедолагу. Он ещё и слабоумный. Заткнись. Руки вверх. Позвольте мне ему сказать. Я знаю язык жестов. Валяй, только поживее, убогий. Эй, ты. Что он говорит? Он говорит, чтобы вы сматывались отсюда, иначе он вам голову на задницу натянет. Разве он не видит, что я его защищаю? Конечно, я же не слепой. Тебе не кажется, что ты должен мне помочь, коллега? Что? Греби сюда. Да. Давай. 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 Что за спешка? Что за спешка? Какая же? Это internship. Какая же? Он же стулен тебя бьёт. Да, чудово. Давай, малыш, окажи себе услугу. Да, спасибо. Эй, берегись. Что же мне делать? Они здесь всё разнесли. Погоди. Пожертвования за убытки, братья. Пожалуйста, давайте, вот так. Хорошо, как мило. Спасибо. Забудьте это заведение. Теперь это наша территория. Это всё тебе, друг. Не знаю, что сказать. Гамбургер и картофель сви? Я заказал их час назад. Всё верно. Поторапливайся. Кто отсутствует? Уолш отсутствует, сэр. Он идёт, капитан. Не спешите, у нас весь день впереди. Есть, сэр. Побыстрее. Разве я не велел вам побриться? Нет, сэр. Говорю вам сейчас. Да, сэр. Он говорил тебе, я слышал. Спасибо, Кёрби. Уберите очки. Пусть страдитесь. Ладно, парни. У меня хорошая и плохая новость. Хорошая новость, что вы сдали экзамены, зачисленные в полицию. Плохая новость. Как минимум полгода я не принимаю никаких отставок. Вы умеете, возможно, исключение для тех, кто погиб при исполнении обязанностей. Теперь, что касается вашего задания. Мелсон Уайт. Машина 75, главный Уайт. Макговерн и О'Хара. Машина 64, главный О'Хара. О'Хара в charge. Кёрби Уолш. Машина 33. Главный Кёрби. Я не просил его ставить на смесь. Замолчи, Руби. Уолф и Шумейкер. 54-й автомобиль. Видел, что он сделал? Он же меня подрезал. Это полицейская машина, идиот. Что ты натворил, Уолш? Карби, что случилось? Что случилось? А случилось то, что я выезжал, а эта пара идиотов меня подрезала. Уолш все видел. Это так? Капитан, смотрите, кого мы поймали. Джим Маккой и Том Крейн. Мы давно уже ищем этих супчиков. Вот видите. Когда я увидел, кто в машине, решил блокировать их. Подумал, лучше так, чем перестрелка средь бела дня. Отличная идея, Кёрби. Хорошая мысль. Ты в порядке, Уолш? Учись у своего напарника. Оперативное мышление дает хорошие результаты. Берите 11-ю машину и работайте. Вот оно, везение новичков. Везение новичков? Скорее, я назвал бы это хорошей подготовкой. Уберите все это, сержант. Все как-то развивается медленно. Может взять бургер и картофель фи? Отлично, брат. База вызывает экипаж 32-11. База вызывает 32-11. Кто бы мог подумать. 21-32-11 на связи. Говорите. Сообщение о беспорядках на углу Джеймса и Десятой. Проверьте, что там. Рас понял. Твари, я тебя убью. Я тебе шею сверну. Прекратите, хватит. Что здесь происходит? Мой отец умер прямо на лестнице от удара. Этот паразит украл у него золотые коронки прямо изо рта и продал за 9 долларов. Миссар Боро за такой ерунды? А так как мы братья, он должен поделиться со мной. Да, парень прав. Он не прав. Я первый его обнаружил. Хватит, дай ему его долю. Пожалуйста. Кстати, а правда, что в университете платят 20 баксов за труп? Да. Но он должен быть свежим. Придется вызвать скорую. А кто за это заплатит? Я сообщу. Спасибо. А знаешь, я сэкономил свои 35 баксов. И если мы сложим вместе наши сбережения... У меня 5. Отлично. 32-11 вызывает базу. База на проводе. Пришлите скорую на Джеймс-стрит. Там клиент для морга. Вас понял. Эй, посмотри. 32-11 вызывает базу. База на проводе, говорите. Проверьте номер машины. 1-2-W-23-681. Проверьте на угон и назовите владельца. Оставайтесь на линии. А сколько зарабатывает табельщик? Не так много, чтобы раскатывать в такой машине с роскошной красоткой. Откуда он берет деньги? База вызывает 32-11. Подозреваемый зарегистрирован на имя Фреда Шайна. Паум-Бич-Драйв-2016. Сообщение об угоне? Нет. 10-4. Следую за ним. Ну ты и устроил бардак. Приготовьте свои права, леди. И кто скажет об этом старику? Кирби-старший. Простите, капитан, я не знаю, как это случилось. Как можно быть таким тупым? Вот что я хочу знать. Я не смотрел. Советую в следующий раз смотреть, иначе вас ждут печальные последствия. Выметайтесь отсюда. Разве не должно быть дверцы с обеих сторон? Вы тоже заметили этот прикол, шеф? Я не мог не заметить. Что случилось? Я как раз выписал даме штраф, и мы собирались вернуться в машину. И тут прямо на нас устремились две огромные машины. Мы едва успели прыгнуть на капот. Кто может вас преследовать? Друзья китайцы, вернее, враги китайцы, очевидно. Очевидно. А вы случайно не знаете? Как вы думаете, что бы это могло быть? Мы лучше понаблюдаем за 16-м причалом. 16-й причал? Именно это я и хотел сказать. Я и сам об этом думал. Молодец, Кирби. Спасибо, капитан. Мы можем продолжить наше расследование? Да, конечно, я лично поручаю это вам. Но если будут проблемы... Ваша дверь всегда для нас открыта. Только постучите. Ты говоришь, это задержание. У тебя голос громче. И? Всё ведь получилось. Если хочешь знать моё мнение... Куда уж хуже. Дай мне жвачку. Да. Я всё сжевал. Дай мне жвачку. Я могу вам помочь? Да, можете. Я ищу Пасифик-стрит, дом 601. Вы сказали Пасифик-стрит? Да. Это... В другом конце города. А мне сказали, это где-то здесь. Они ошиблись, поверьте мне. А автобусы туда ходят? К сожалению, нет. Но я могу вас туда отвезти. Я как раз собирался туда ехать. Кроме того, это моя обязанность. Если налогоплательщику нужно в другой конец города, офицер полиции обязан подвезти его. Можно? Музыка. 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 Да, очень интересная работа. Порой даже опасная. Но мы готовы на самопожертвование, чтобы помочь налогоплательщикам. Вы делаете благородное дело. Жизнь ради того, чтобы помочь другим. Да это ничто. Вы полицейские, обладаете рыцарским духом, подобно древним самураям. Вроде того. Только мы не носим с собой мечи. Что вы сказали? Я сказал, что вы правы. Здесь очень мило. Да, вы очень красивы. Если не возражаете, я спрошу, что вы делаете в Майами? На чем я остановился? А, и я сказал себе, если я не вмешаю сейчас, другого шанса у меня не будет. И я пробил стену машины, а потом выпрыгнул с пистолетом в руках и арестовал всех 36 человек. Один? Ну, конечно. Кто там? Это я, Сузи Ли. Сузи. Проходи. И вы, пожалуйста, тоже проходите. Спасибо. Ты закончил свою развлекательную поездку? Очень интересное дело. Будет еще интереснее, если ты не вернешься на работу. Пошли. Нужно передать это даме. Пошли. Пожалуйста, проходите. Пожалуйста. 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 Здравствуй, Сузи Ли. Достопочтимый дедушка. Эти благородные господа полицейские. Достопочтимый дедушка говорит, что трудно что-либо прочесть по твоим коровьим глазам. Но он чувствует, что большой дракон хороший. А этот тигренок сообразительный и быстрый. Спасибо. Тигрята свое дело знают. Пожалуйста, садитесь. Спасибо вам, епископ. Но большой дракон и приблудный котенок должны вернуться на улицу. Пожалуйста. Пожалуйста, присядьте. Ты, наверное, не знаешь, но дядя этой девушки... Лучше сказать, кормилец всей семьи. Точно. Месяц назад он отправился в Шенхай. С тех пор о нем ничего не известно. Ничего. Он всегда по приезде посылал лесточку, а в этот раз... Ничего. Ничего. Когда должен вернуться ваш дядя? Да. Через несколько дней. Но мой достопочтимый дедушка говорит, что луна не улыбается, и это плохой знак. Посмотрим, что можно сделать. Но нам нужно с чего-то... начать. Я дам вам его фотографию. Хорошая идея. Мы в деле. Тогда луна засмеется. Вот фотография моего дяди. Да, это нам поможет. Посмотрим, что можно сделать. До скорой встречи. Да. Они нас высвидели. Нет, у них при себе ничего не было. Может, мы успели вовремя. Пошли. Наверное, я родился в пятницу 13-го. Сам с собой говоришь? Да, если бы Фред дал мне работу в порту в тот день, я никогда с тобой не встретился бы, кореш. Найдёшь друга, найдёшь сокровище. Да, но тот, кто нашёл тебя, вдруг оказался копом. Полгода пролетит незаметно. Как этот мерзавец? Ты превысил скорость. Не волнуйся, я всё улажу. Они в моей юрисдикции. Мы поймали Випов. Ты сказал Випов? Если мы устроим им весёлую жизнь, то вылетим из полиции в течение двух минут. Офицер, признаю, я ехал слишком быстро. Но я очень спешу. Видите ли, мы едем... Вытяните руки из окна. Не делайте резких движений. Выходите лицом ко мне быстро. Идите сюда. Опуститься на колени. Лечь на живот. Вытяните руки. Ладонями вверх. Повернуть голову. Поднять ноги. Что дальше? Я не помню. Офицер! Заткнись. Встать, уроды! Что всё это означает? Ещё одно движение, и ты на тот свет отправишься. А теперь проверка на запах. От вас воняет, как из пивной. У вас большие неприятности. Это у вас будут неприятности, я вам гарантирую. Заткнись. Дайте мне ваши водительские права. Майами клуб, ротори клуб, клуб гольфа. А ты спец по клубам, да, сутенер? Сутенер? Я только за это вышибу вас из полиции, вот увидите. Вышибет из полиции. Я вас угощу выпивкой, если вы сможете. Что это? Пропуск в резиденцию губернатора. Да? Что вы там делаете? Мусор убираете? Нет, я заместитель губернатора. Ты слышал? Он заместитель губернатора. Неужели? Потрясающе. Превышайте скорости, пьяные за рулем. Придется вам пообщаться с районным прокурором, когда я вас упеку в камеру. И обратишься ко мне. Я окружной прокурор, и я вас уничтожу за это. Говорит он районный прокурор. Поздравляю. И кто в это поверит? А теперь слушай. Не волнуйтесь, о вас позаботятся. В пять часов вы придете в шестнадцатый участок с хорошими адвокатами, если не хотите всю оставшуюся жизнь провести за решеткой. Хорошо? Я с удовольствием прослежу за тем, чтобы вас позором выгнали из полиции. Я надеюсь. Я вам это обещаю. Не двигайтесь, пока мы не уедем. Вы проклятый коп, ответите за подобное обращение. Это позор. Мои подчиненные позаботятся, чтобы вас выдворили из штата. Отлично, теперь нас выкинут из полиции. Да, скажешь, что это задержание. У тебя голос громче. Господин со шрамом здесь, сэр. Вели ему зайти. Привет, босс. Нога. Мы все вернули. Хорошо. И еще одно. Мы видели двух копов, которые из доков. Они выходили из дома китаеза незадолго до нашего прихода. Все это странно. Почему, босс? Это не входит в обязанности патрульного полицейского. Этим должно заниматься управление по наркотикам. Хотите, чтобы мы ими занялись? И тогда нам на хвост сядут все полицейские силы штата? Достаточно полугодичного пребывания в больнице. Хорошо, босс. Что скажешь, Джероним? 200 долларов за то, чтобы обезвредить двух копов в форме, мне кажется, баловато. Это будет первым пунктом обвинения нам. Слышали, что сказал судья? А если мы еще что-то добавим к этой сумме? Что нужно с ними сделать? Всего лишь усадить в инвалидное кресло на шесть месяцев. Он вышел на тропу войны. База вызывает экипаж 32-11. База вызывает 32-11. Ответьте, пожалуйста. 32-11. Весь внимание. Ребята, с вами хочет поговорить Макбрайт. Да, шеф? Говорит Макбрайт. Это вы вдвоем задержали заместителя губернатора? Закон одинаковый для всех. Или я ошибаюсь? Именно так я ему и сказал. Они мне недавно звонили, сказали, что вы обращались с ними как с преступниками. Хотят выгнать вас из органов. Они и нам это обещали. Пусть попробуют. Я такую бучу подниму. Им придется уйти в отставку. Вы правильно сделали. Стоит ли противостоять двум важным политикам? Я сказал им, что вы поступили правильно. Если они не правы, надо расплачиваться. Вот и я сказал. Если бы мы ошибались... Конец связи. Все ты со своими великими идеями. Мороженое. Мороженое. У меня осталось только ванильное. Эй, шеф. Лучше него ванильное никто не делает. Отлично. Дай ему попробовать. Тебе нравится? Легко тебе, Коб. Пользуешься своим служебным положением. Ладно. В четыре часа на стадионе «Оранж Боул». Прямо духу. Прямо духу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ровно 32, во всю мощь Ладно, на этот раз мы им покажем Начали Вперёд! Вспомним Аламо! Продолжение следует... 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 Я не понимаю. Он говорит, что согласен с дедушкой. Пока. Мне надо присматривать за драконом. Хочешь повеселиться? Нет, а что? Этот китаец нас повсюду преследует. Забавно. Сначала мы видим его в порту, потом в морге. А потом совершенно случайно заходим в его дом. У меня такое ощущение, что он лично заинтересован в этом деле. Да, он только должен сказать нам, кто его убил и почему. Мы слишком много просим. Привет. Наконец-то. Спешишь повидаться с тещей? Умник. Где мой картофель во фритюре? Во Франции. База вызывает 32-11. Ответьте базе. 32-11. Да. 32-11, весь в внимании. На Сидоро-стрит давно стоит машина. Проверьте её. 10-4. Советую тебе отправиться. Советую тебе отправиться. Почему я? Кирби главный. Да. И не забывай этого. Ух ты! Поехали. Ненормальный громила. Пошевеливайся. Что такое? Две красивые блондинки. Эй, подожди меня! Ничего себе, какой красавчик. Берёшь на себе мальчишку, а я позабочусь о великане. Хочу познакомить вас с нашим специалистом, мистером Уилбером Уолшем. Мисс... Мисс... Энджи. Энджи Кроуфорд. Мисс Энджи Энджи Кроуфорд. Привет, Энджи. И мисс... Галина Кочилова. Привет, Галина. А это их машина. Как думаешь, можно её починить? Мне кажется, неисправность там. Неисправность. Ладно, сейчас посмотрим. Вижу, вы знаете толк в машинах. Вы пока ещё ничего не видели, Галина. Мне нравится ваша форма. Спасибо. Да, очень тяжело быть полицейским. Даже опасно. Но в то же время, очень интересно. Это уж точно. Да. Вы живёте где-то здесь? Нет, я из Филадельфии. Я подруга графини. Графини? Да, моя подруга Галина – графиня. Серьёзно? Графиня? Да, она русская. И у неё здесь в Моим чудный дом. Да. 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 Этот провод у батареи. Видите, какой он хороший? Он чудесный. Вы такой большой, Уилбер. Он к тому же хороший танцор. Большое спасибо за то, что помогли нам. Мы знаем, как благодарить. А можно пригласить вас к нам на виллу в выходные? Ну, адрес. 2016. 2016. Палм-бич-драйв. Палм-бич-драйв. Да. Да. Это будет незабываемый уикенд. За это не беспокойтесь, Галина. Тогда до пятницы, да? До пятницы, Энджи. Ладно, пока. Пока. До свидания. Какой класс. Да уж. Чёрт возьми, как русские графини могут это курить? Это выше моего понимания. А, вот и они. Эй, усатый, иди, открой дверь, пожалуйста. Да, мадемуазель. Прошу вас, господа, проходите. Поэтому мы и пришли. Можно мне ваши шляпы? Зачем? Я думаю, что в доме... Подумай ещё. Если господа соблаговолят пройти сюда, пожалуйста. У нас тут свидание с двумя тёлками, а не с пингвином, друг. И я советую принцессе Валенской купить замок в Бронксе. Привет. Так мы рады вас видеть. Извините, что мы не одеты. На улице так жарко. И мы... У нас появилось желание окунуться. И мы поплавали в бассейне. Мы не возражаем. Нет. Это вам. Большое спасибо. Какая прелесть. Да. Они пластиковые. Да. И поливать их не надо. Неужели? Плюс они долго хранятся. А это всего на две минуты. Пьер, пожалуйста. Да, пингвин. Мы облачимся во что-нибудь удобное, а вы пока устраивайтесь поудобнее. Спасибо. Спасибо. Пока. Не волнуйтесь, не торопитесь, но не слишком задерживайтесь. Какой милый. Да! Да! Посмотри сюда. Что? Это фотография. Мы где-то её раньше видели. Помнишь Фреда-тапельщика? Конечно. А это его девушка. Точно. А это его дом. Да. 2016 Палм-Бич-Драйв. Да, но почему? Они не хотят, чтобы мы там ошивались. Вот почему. И что теперь? Послушай, я голоден. Сначала мы поужинаем, а потом будет видно. Зришь в корень. Звали мадемуазель? Слушай, усатая морда, брось ты свою французскую чушь и расслабься. Я хочу, чтобы ты принёс нам выпивку. Много выпивки. Во время ужина вино должно литься рекой. Понял. Хорошо. Через час они должны напиться до бесчувствия. Ты всё понял? Нет. Они хотят, чтобы мы напились. Да, и что? Как у тебя обстоят дела с выпивкой? Первые два галлона нормально, а вот после третьего я становлюсь раздражительным. Ну, а ты? Издеваешься? Я был вскормлен на виски. Моя кровь тому доказательство на 86%. Да. А вот и они. Мы прощены? Вы избежали убийства. Сестра, ты такая красотка. Уилбер в душе поэт. Ну, выпьем за встречу? Я пью. И я тоже. Нет, 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 нет. Давайте перекусим. Отличная идея. Пошли. Ну, хорошо. Сюда, пожалуйста. Пингвин! Садитесь, пожалуйста. Чудесный вечер, правда? Да. Вызовите этого урода, пожалуйста. Пардон? Пингвина. Да. Как насчёт этого? Рафиня звонила. Ну, конечно, звонила. Можешь подавать ужин сейчас, Пьер. Минутку. Да, мисси? Подождите. Да, мисси? Да. Он купил это в круглосуточном магазинчике, но это хорошие виски, правда? Правда? Да. Не стоит обеспокоиться. Достаточно, хватит. Пожалуйста. Давай. Нет, нет, хватит, хватит. Галина, пожалуйста. Спасибо, мисси, но я не пью. Заткнись и пей. Да, мисси. За нашу встречу. За встречу. За встречу. Давайте, девочки. Пей до дна. Очень хорошо, Галина. Принеси нам ещё. В России мы пьём водку. Фантастика, водка. А кто эта умная девушка на снимке? А вон там? Там? Да, это моя сестра, принцесса Алексия. Она живёт в Париже, она замужем за принцем. Принц Молотов, Ваня Молотов, Иван Молотов. Этот парень изобрёл коктейль Молотова? Да, очень хороший. Да, великолепный, качественный напиток. По-настоящему согревает. А теперь выпьем за Молотова. За Молотова. За Молотова. Я не пью, мисси. Заткнись и пей. Я не пью, мисси. Хорошо, хорошо. Давай, хорошо. Там, держать, глотай. Давай, Галина, давай, Галина. Очень хорошо, очень хорошо. Отлично, хорошо. Утка в апельсинах. Салат по-русски, мсье. Рис по-восточному. Вкусная телятина. Лангусты под майонезом. Что ты делаешь, пингвин? Дай мне, дай кусочек. Пожалуйста, дорогая. Простите. Лангун, шеф. Ты уверен, что это именно тот белый корабль? Уверен. Посигнайте им. В том времени, как эти мерзкие копы будут патрулировать район, товар спрячет, а судно снова уйдёт в плавание. Хотите доставить всё в наш обычный тайник? Нет, я нашёл местечко получше. Поехали. Удар. Мне. Видишь, они пронесли что-то через таможню. Ничего подозрительного я не заметил. Здесь всё подозрительно, малыш. Поехали. Поехали. Они разгружают кегли до Боанга. Да, проследим за машиной, Фреда. Эй, паркуйся. И что теперь? Подождём. Что вы здесь делаете? Работаем. С такой бородой вы кажетесь очень подозрительными. Я следил за вами. Моя помощь нужна? Если ты уедешь отсюда, окажешь нам услугу. Пошли. Спиной. Два. Один. Два. Два. Один. Что? Сезам, откройся. Мы немного развлечёмся? Два. 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 Смотри, это же кегли для боулинга. Да, открой её. Тряпичные куклы. Да, ты прав. Китаец был портовой крысой. Он их украл, не знаю, что в них. Улавливаешь? Да. Пошли. Их всего пятеро. Ладно. Готов? Готов. Послушай. Знаю я. Я скажу «руки вверх», потому что у меня голос громче. Да. Руки вверх. Кажется, ты говорил их пятеро, и их оказывается восемнадцать. Встаньте за своим боссом. Живее, живее. Пошевеливайтесь. Проверь карманы покупателей. Руки вверх. Тут как минимум сто тысяч. Держи их под прицелом. Мы не могли бы договориться? Нет, Фред. В деле есть труп. Что смешного? У вас револьверы, незаряженные. Как ты мог не зарядить их? Но ты мне велел почистить оружие, а не заряжать его. Я еще должен выполнять его приказы. Ладно. Можно воспользоваться телефоном, пожалуйста? Нет. Эй, босс! Босс, я видел, как сюда прошли двое! Закрыто. 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 КОНЕЦ 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 Стой! Лови! Помогите! Уилбер! Уилбер! Смотри, что у меня для тебя есть! Бей его в живот! Это его хоть как-то остановит! Сказал ему, что нужно бить тебя в живот! Босс, клянусь, что видел двух подозрительных мужчин! Нет! Что? Уилбер! Помоги мне! Уилбер! Уилбер! Я занят! Что за спешка? А теперь ты обломаешь мне крылышки! Всё так, воробушек! Минутку! А вот это я ни за что не пропущу! Ладно, дай ему! Моя печень! Простите, босс! Да нет! Моя печень! Моя печень! Поехали! Ударь меня в живот, так ты меня остануешь. Бинго! Бинго! Отружайте их, там ещё несколько человек. Пошли, руки вверх, шевелитесь. Всё, действуйте самостоятельно, да, Уолш? Что случилось, сынок? Посмотрите в кабинете. Ах, в кабинете. Ладно. Я же говорил, шеф, я увидел двух подозрительных типов. Сразу понял, что тут что-то не так. Пошли. Наша афера с полицией завершилась. Мы богачи. Нет, нет, я богач. Что значит «ты богач»? Ты проделал большую работу, Кёрби, отнычная операция. Ничего такого, шеф. Поаккуратнее с этим, сержант, это улики. Есть, сэр. Знаете, Уолш, с самого начала я думал, что вы ни на что не годитесь. Поэтому мы подаём рапорт об отставке. Единственное, что вы подадите, это подробный отчёт об этой операции. Сегодня у меня в кабинете. Карби, я не велёл ему побриться? И неоднократно, сэр. Я так и думал. Пожалуйста, проходите. Привет. 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 Очень рада снова вас видеть. Садитесь, пожалуйста. Нет, спасибо, мы на работе. Это детям. Спасибо. Спасибо. Так приятно видеть, как дети улыбаются. Да. Моя уважаемая тётя спрашивает, есть ли у вас для неё хорошие новости? Новости? Знаете, в жизни происходит всё не так, как нам хочется. И иногда... Это был несчастный случай. Да, несчастный случай в Гонконге. Он упал с трапом. Но капитан корабля просил нас передать вам страховочные деньги. Да. Не так уж много. Но всё же... На чём ты? Вполне достаточно, чтобы поднять детей на ноги. Мой достопочтимый дедушка говорит, что хорошие люди не умеют врать. Мы при исполнении. Нам, пожалуй, пора. До свидания. До свидания, добрый щедрый дракон. До свидания, добрый тигрёнок. Пока. Ещё увидимся. Тигрёнок настоящий мерзавец. Хороший дракон неудачник. Вот так. А теперь мы забываем об одной отбрасываемой нами тени. Я ухожу. Жаль, мы с тобой отличная команда. А как насчёт машины? Можно мне её оставить себе? Нет, мы её продадим, деньги поделим пополам. Внимание всем подразделениям 16-го участка. Всем подразделениям 16-го участка. Капитан МакБрайт хочет поговорить с вами. Ребята, это МакБрайт. Пирсон и Охара тяжело ранены в перестрелке. Срочно нужны доноры с отрицательным резус-фактором. Я надеюсь на славный дух коллективизма наших полицейских. Спасибо, ребята. Конец связи. Какая у тебя группа крови? Резус отрицательный. Как думаешь, на двоих хватит? Заткнись и жми на газ. На русский язык фильм озвучен по заказу интернет-киночек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова в 2012 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова